Борьба с терроризмом с учетом последних событий во Франции. Одна из центральных тем на саммите Большой Двадцатки. Он открывается в Турции, в курортном городке Белек. Это недалеко от Анталии. В форуме примет участие Владимир Путин, у которого также запланирован и ряд двусторонних встреч. За событиями следит наш корреспондент Антон Вольский. Он выходит напрямую в связи со студией. Антон, к подобным саммитам и так обычно усиливают меры безопасности. Сейчас что-то особенное? Вы знаете, меры безопасности действительно экстраординарны. Они достаточно были высокие до терактов в Париже, а после терактов в Париже, безусловно, они стали просто невиданными. Городок Белек, где и проходит саммит в эти дни, превратился в неприступную крепость или остров безопасности, отгороженный от внешнего мира непроницаемым забором. Для того, чтобы пройти внутрь этой зоны безопасности, необходимо пройти несколько кордонов, как в аэропорту, включающих рамки металлодетекторов, просвечивание багажа, личный досмотр. На территории общей площадью 5 квадратных километров расположено 30 отелей, где разместились и журналисты, и члены делегаций. Свободно передвигаться между отелями запрещено, для этого есть специальные автобусы. За порядком здесь следит в общей сложности 12 тысяч полицейских, при том, что приехало приглашенных 15 тысяч человек примерно, как журналистов, так и гостей и участников саммита. То есть примерно на каждого приглашенного по одному полицейскому. Воздушное пространство над Белеком сейчас закрыто, в море сторожевые корабли, на пляже расположены специальные патрули, на базе, военно-воздушной базе, которая расположена здесь неподалеку, появились истребители F-15 и F-16. В общем, действительно, меры безопасности экстраординарные. В ближайшие минуты мы ожидаем здесь появления Владимира Путина, который должен открыть встречу стран-участников БРИКС. Эта встреча проходит на полях саммита «Большой двадцатки», которая, кстати сказать, пока еще не открылась. Официальное открытие саммита запланировано только на 12 часов местного турецкого времени, то есть примерно через три часа. Основные темы на этом саммите, несмотря на то, что была заявлена основная тема, как экономика и глобальные финансы, конечно же, будет обсуждаться и Сирия, и беженцы, и, безусловно, противодействие терроризму. У Владимира Путина намечено несколько, целый ряд двусторонних встреч. Это встреча с директором Международного валютного фонда, где, как ожидается, будет поднят вопрос о государственном долге Украины-Российской Федерации. Встреча с премьер-министром Италии, Великобритании, с лидером Китая и королем Саудовской Аравии. Единственное, пока в этом рабочем графике нет встречи с Бараком Обамой. Но, по некоторым данным, подобные переговоры могут пройти, то, что называется, на ногах. То есть в укороченном, но, тем не менее, исключительно деловом варианте. Вопросы, которые будут обсуждаться, они очевидны, они лежат на повестке дня. Известно, что Турция предлагает создание специальной зоны безопасности на севере Сирии. Но, так или иначе, впервые этот саммит «Двадцатки», который был создан для решения экономических вопросов, впервые будет посвящен вопросам политики, безопасности и терроризма. Мы, конечно же, следим за этими переговорами, о которых будем сообщать в следующих выпусках. Валерия. Антон Вольский из Турции, где начинает работу «Большая двадцатка». Продолжение следует...